всем привет в этом выпуске я вам представлю лайфхак по возможному варианту еще одного возможного корпуса и автономного питания для генератора вихревой медицины и не только заодно немного дополню прошлый выпуск про автогенераторы я тогда хотел отметить что мои предлагаемые варианты ни в коем случае не надо воспринимать как обязательные к применению я вам просто даю возможность выбора и подсказываю на различных примерах как самим осилить сборку подобных устройств если вам нравятся другие варианты автогенераторов то естественно делайте что нравится так или иначе мои советы и демонстрации вам обязательно пригодятся кстати возможную настройку автогенератора и показатели по приборам и сценографу я покажу отдельным выпуском а теперь дополнение к прошлому я вам хотел прошлый раз еще рассказать про эти дроссели которые находятся по питанию фильтрам вот это все можно взять с бушных блоков питания вторичных источников вот пример вот тут он здесь же можно поживиться и конденсаторами диодами электролитами тут всего хватает даже резисторы может подобрать можно более ценными более подходят это старые блоки старинных каких-то устройств где вторичные блоки питания там и фильтр помощнее и конденсаторов хватает и таких и таких там уже ценно что радиатор есть достаточно которые вполне подойдет для нас вот это можно все поломать тут феррит вытащили сделать из них пробники хотя пробники конечно лучше всего делать статические которые я показывал в прошлых выпусках вот такой блок питания тоже самое вот маленький стоит дросселек вот это все сетевые дроссели которые очень хорошо подходят вот этот монитор и то же самое здесь вот тот такой вот вот как этот фильтр на кольце тоже можно что-то взять отсюда просто какой-то блок питания или зарядка если вынуть тоже иногда можно найти здесь такой дроссель вот этот вариант тоже хоть какой-то радиатор конечно тоже малый радиатор но тем не менее от ламп дневного света можно взять тоже кое-что конденсаторы вот колечки они правда маловатые но тоже пойдет все это пойдет это то что в прошлом выпуск про автогенераторы про то где там находится питание и куда с ним деваться вот здесь вот лицали вот здесь это колечко и вот такие конденсаторы это можно по находить блок питания вот эти кардиатор тоже его вполне хватает как оттуда с того что я вам сейчас показываю а теперь я вам покажу лайфхак как можно от и всяких непонятных вещей вроде как сотворить себе готовые устройства и автогенератор и автономные что было питание и даже индикация какая то есть в общем все что нужно необходимо для того чтобы и был корпус красивый эстетично это все выглядело и полная была автономия вот это вот сама система это на алиэкспрессе можно приобрести стоит она от трех пяти долларов где-то довольно таки дешево значит продается это коробка для пауэрбанка она пустая продается с именно с контроллером сама коробка контроллер и место под обычно вот под такие аккумуляторы круглые для нас это не проблема я лишнее по вытаскивал мне лучше было оставить плоские они по 21 ампера то есть это здесь больше 6 ампер часов по 3 7 вольтам и вот такой корпус я его пока не буду закрывать потому что потому очень тяжело вскрыть вот такой корпус получается и сразу это у вас и пауэрбанк то есть вы можете какие-то устройства заряжать даже им у вас тут индикация разряда батареи вот часто процентов я зарядила перед показом здесь я специально сделал нагрузку внешним вообще это я себе сделал такой типа устройства переходного тоже как пауэрбанк но именно с выходом не 5 вольт как здесь стандартные, а вот что было 12 вольт и 16 вольт, ну вот вы в курсе там, что тот предыдущий автогенератор требует 12 вольт, а вот которые у меня усиленные есть, которые я вам не раз показывал, они требуют хотя бы 16 вольт, и вот что я тут сделал, значит поставил сюда три аккумулятора, бушные, естественно, у меня их много, я их тут отбраковываю, сортирую, подбираю, прямо просто припаял сразу, чтобы не было разъемов, снимал все лишнее отсюда, здесь были разъемчики металлические, вот вы увидите сейчас на скрине с алиэкспресса, как это устроено изначально, и вот тут переключатель поставил, разъем, индикацию, вот этот вот контроллер был на месте, тут вот два разъема под выходы, вот, к примеру, включаем, проверяем, тут сразу все показывает, вот, то есть это пауэрбанк, и в данный момент у меня можно и 12 вольт, и 16 вольт, правда я еще не сделал переключатель, сюда не строил, но это не важно, вам то это, как вариант, не обязательно, потому что я покажу вам более глубокое проникновение сюда, значит поставил сюда преобразователь повышающий, я вам уже показывал в прошлом разе, то же самое вот сейчас могу показать, вот этот преобразователь, который на пару ампер с более сильной микросхемой, и вот те, которые послабее, вот этот и этот, но эти мелочи, они могут подойти, в общем-то, для 12 вольт, где-то там вот 100-150 миллиампер на этот обычный, на TD7056, а вот этот уже для более силового варианта можно применять, потому что эти будут, тут слишком большая нагрузка для них будет, все из-за чего, потому что здесь где-то 3,7-3,8 вольта на этих аккумуляторах, вот брать лучше для преобразователя повышающего прямо самих аккумуляторов, вот это припаянный вход и только выключатель, включаем, вот у нас получается сюда идет напряжение, вот, пожалуйста, я включаю, показываю, вот сейчас у нас 16 и 0,22 нагрузка, это я вот сейчас нагрузил два проволочных резистора по 33 Ом, один и второй, вот мы можем и так нагружать редок, можно побольше, я сейчас продемонстрирую, чтобы было большим, так, сейчас я сделал нагрузку 33 Ома, посмотрим, что у нас из этого выйдет, вот у нас тут получилось 16 вольт, 0,44, но он немножко неправильно показывает, на самом деле здесь где-то, ну почти 0,5 ампера ток, вот на этом резисторе, пока у нас так и есть 100 процентов, значит, что я хочу показать здесь, вот тут индикация она показывает и выключается, тем не менее мы видим, что 16 вольт идет, 0,44, индикатор светится, то есть тут все и работает, сейчас вот здесь где-то 3,8-3,9 вольта на этих аккумуляторах, они свежезаряжены, но когда они разряжаются, где-то до 3 может естественно падать, вот, а преобразователю вынужден все это повышать примерно почти в 5 раз, 4-5 раз, в зависимости от того, насколько аккумулятор уже разряжен, вот, чтобы поднять до 16 вольт, соответственно, раз мы здесь 0,44, ну будем считать 0,5 ампера, здесь соответственно, раз подымается в 4 раза или 5, то уже надо где-то почти 2 ампера на входе, то есть вот сейчас аккумуляторов идет почти 2 ампера, вот на этот преобразователь, соответственно он греется, и греется довольно прилично, то есть в этом режиме его можно использовать, ну, в общем так, довольно как-то временно, вот я вам показываю, видите, под 90 градусов, довольно сильно нагревается, это он еще открыт, более 90 градусов, это у нас нагрузочка, естественно она уже будет больше 100, показывает, что она все на самом деле тут греется, все работает, вот, поэтому в таком режиме на 0,5 ампера нежелательно использовать эту систему, поэтому я выключаю, долго не буду, потому что, ну, перегреется, такой вариант можно использовать только в два раза меньшим потреблением, почему я вам показал 2 по 33 ома, в результате у нас получится где-то вот 0,25, ну, это 0,22, но, я же говорю, он немножко врел, поэтому 0,25, вот, поэтому сразу тут, естественно, ему полегче, и у нас сейчас отсюда на преобразователь где-то около ампера идет, чуть меньше, чуть больше, в зависимости, насколько он разряжен, и насколько приходится преобразователю поднимать напряжение, соответственно, значит, это вариант для того, чтобы внешне я мог автономно, то есть положил в карман, чтобы не искать розеток, или где-то в автономном режиме, вот, получил 12 вольт, там, или 16 вольт отсюда, но для вас вариант я хочу предложить по-другому, то есть при желании все это можно встроить вместе, вот у нас, вот, к примеру, эти платы, значит, вариант такой может быть, вот, к примеру, немножко подрезано, можно еще больше подрезать, это уже не столь, если мы присмотримся, вот, например, вот в этой ячеи, если эти аккумуляторы отсюда убрать, а, например, сюда поставить два, здесь тоже была, ну, вы видели на скрине, я уже показал, вот здесь вмещается два аккумулятора, если эти аккумуляторы, там, по полтора-два ампер часа, то это где-то будет, соответственно, 3-4 ампер часа, 3-4 ампер часа, если у нас тут потребление при 12 вольтах меньше ампера, то у нас получается на 4-5 часов, а то и 6 должно хватать, вот этих двух, есть они, конечно, новые, вот, как у меня тут куча булочных, для примера, я уже тут отбираю, отстаскировываю, вот, ну, я говорю, можно и плоские применять, вот обмен сюда, можно даже вот такие, это вот, от айфонов, это вот такие самсунговские, литий-ионные, это все можно, вот их хоть 3 штуки вместе, вот как у меня здесь 3 штуки сложены, вот так можно и здесь поместить, или круглые, или вот такие тонкие, плоские, даже вот такие вот, вот это 1 амперные, 3 штуки, даже 4 их можно будет сложить, вот сюда, 4 штучки, причем место получается как раз и для разъема, для индикации и переключателя, правда не такой, мне тут было все равно какое, поэтому я такое применил, а есть более короткие и поменьше, то есть я вам показываю сам факт, вот, а сюда, соответственно, так, это мы выключим, поэтому я здесь еще не закреплял себе, вот когда делал, чтобы показать вам, вот видите, он свободно ложится, естественно, да, радиатор нужен, значит, радиатор, берем пластину или дюралевую, или алюминиевую, делаем вот такой вот вид ему, вот так, и, например, закладываем сюда, вот на эту всю ширину, и чтобы он здесь был закреплен, на эту микросхему, вполне хватит, и этой площади будет вполне достаточно, чтобы его достаточно, нормально охладить, тут вполне достаточно свободно, если говорю еще надо, можно и еще обрезать, тут немножко уплотнить, вы как видите, что почти половину платы занимает, именно там фильтры по питанию, конденсатор, фильтры, колечко, вот половина на половину, или вот так можно сюда разместить разъемы, переключатели, что вам необходимо, индикацию, но преобразователь ставится таким образом, значит, если 12-ти вольтовый, конечно, сюда, здесь, конечно, больше подходит, дэновский, потому что он работает от 5 вольт, то есть прямо можете брать 5 вольт отсюда, и тогда вот это не надо, прямо сюда два аккумулятора круглых ставите, ну или плоский наборчик, сюда плату с радиатором, разъемчики, все, что надо, переключатели и все, если до этого случая, то вот можно вот так делать, все лишнее подрезается, тут немножко есть всякие выступы, это все скальпелем легко упирается и кусачками, здесь снимаются вот эти разъемчики, которые специально, контакты для круглых батарей, и вот так вот все делается, вот примерно можно так ставить, значит, другие варианты, я вот вам показываю, вот там есть, это у нас под 5 аккумуляторов, резерв такой, то есть сюда 3 и сюда 2, этот контейнер под 5, вот, а там, то, что я вам показываю, там есть и под 6 и под 8, это значит, там аккумулятор вот так ставится, вот на 8, вот, например, такой, или вот 4, вот по 2, значит, оно шире получается на 2 сантиметра и длиннее, тоже примерно где-то на 2,5 сантиметра, вот, то есть чуть больше, вот там разгуляться вам вообще есть куда, ну, сам факт, вы подключаете преобразователь прямо к аккумулятору, этот вот пауэрбанк используйте как вам надо, вы всегда можете проконтролировать насколько у вас зарядка, то ли заряжен, то ли разряжен, насколько индикация у вас вся есть, тут можно даже вот использовать фонарик в ночное время, для любителей поспать под это дело, и зарядка вот здесь вот, вот здесь заряжаем, здесь можем пользоваться, или подпаиваемся, если я говорю длинночки, то прямо, если вот такой, как я вам предлагал на 12 вольт, то с преобразователем. Вот такой на 12 вольт тоже подойдет, но надо осторожно, потому что они очень нежные, чуть что не так, коротнули, все, ну, сгорело. И обязательно вот на эти, тут я в прошлый раз не сказал, и на этот и на этот, вот на выход надо ставить обязательно электролит, иначе он будет лишне возбуждаться. То есть электролит надо ставить, получается, перед фильтром еще. Тут стоит после фильтра, надо будет еще до фильтра поставить электролит. Вот такая система. Значит, аккумуляторы тут, я говорю, самые разные, вот, ну, эти-то все одинаковые, одного формата, или сюда, или сюда, или вот, как можете там, например, 4 вот в те контейнеры поставить, который я вам показал. И здесь еще столько же места будет вот под это все хозяйство, чтобы собрать. Если у вас хватает вот этого, вот видите, тут есть и на 2,6 ампер часа, и на 2,1, и вот на 800, и на 1, вот это на 2 ампера, вот это вот 800 тоже, совсем он маленький. Но имейте ввиду, когда вы будете сюда складывать, то вот надо, вот видите, я вот сложил 3 штуки, это на 2,1 ампера, они все одинаковые. Причем я их старался подобрать еще и по заряду-разряду. То есть я взял, соответственно, вот такой приборчик. Правда, если он у вас есть такой, все радиолюбители знают, что это такое. Это зарядник, разрядник, тренировка, ну и так далее. Тут универсальные, очень универсальные зарядные устройства, которые на почти все типы аккумуляторов и имеют кучу возможностей. При помощи подобного надо подобрать именно вот эти аккумуляторы. А их можно, ну например, у меня целый ящик стоит, и таких, и таких, и таких угодно. Вот и таких вот. Я просто их перебираю. Если что, смотрю, насколько они еще горятся, потому что есть совсем уже дохлые. Вот этот на 1000, а он на 0,95 еще у него емкость. То есть вполне нормальная емкость. Ему еще служить и служить этому аккумулятору. А другие есть, которые вот. Вот он на 2,6, а у него остаточный 1,7 ампера. Тоже еще послужит. И вот таких несколько штук сложите, пожалуйста, вам есть. Тут бывает, что, ну это уже отдельный разговор, конечно. Я их тут и восстанавливаю, и пересобираю. И если что с ними случается, то я... Бывает тут же контроллер встроенный. Вот в этих. То бывает выходит сам контроллер встрою. А то он его снял, вытащил и все. Вот, например, вот этот вот айфоновский. Он уже без контроллера. Без контроллер был. Вот он просто, ну аккумулятор целый. Рабочий. Вот он на 1,45. Вот 1,25 он держит. А его применить куда угодно можно. Вот, вот. Я вам такое показываю, чтобы вы могли этим пользоваться. И вот получается и корпус приятный довольно. Все смотрится там, как я вам уже показал на скринах. Там вообще есть варианты, шикарно смотрится. Индикация, все приятно смотрится. И вы можете дополнительно еще сюда. Ну в этот то нет, особо не накидаешь. Но вот в те варианты, где по 8 емкости можно поставить. Таких вот. То вполне возможно разгуляться. И таймеры поставить, и все что угодно. Я буду использовать, как обычно, пауэрбанком. Вот такие вот нюансики я вам хотел рассказать сегодня. Я думаю, пока достаточно. Значит, следующее, что у меня будет. Надо докончить мне по статическому электричеству. То, что я вам там первую часть давал. Надо сейчас и вторую дать. Будет еще одно разоблачение. Ну и еще кое-что. Да, на будущее я вам собираюсь все-таки показать, как правильно работать с рамкой. То есть заняться биоэнергетикой. Так сказать, азы небольшие дам. Ну и все остальное. Все, будьте здоровы. Бывайте. Неха.